Благовестие Израилю и всему миру Шалом, возлюбленные, Божиих вам благословений! Баруха Шэм, благословенно имя Господа! Синтия, мы приближаемся к Шевуоту, или Пятидесятнице. Иисус в книге Деяний сказал, что будет крестить нас Духом Святым. И вместе с этим крещением мы примем силу и станем Его свидетелями. Мы совсем недавно вернулись из Нью-Йорка. Там, в самом центре, мы не только установили билборд, на котором сказано, что Иисус Мессия, но еще и выпустили рекламу в Нью-Йорк Таймс на целую страницу. А вот, вы видите разворот. На 21-й странице воскресного выпуска Нью-Йорк Таймс есть огромная реклама нашего сайта. А вот он. Это не основной наш веб-сайт, но он сделан специально для евреев. Там они смогут понять, что Иисус – это исполнение иудаизма. Это было так сильно. Да, Бог хочет, чтобы мы расширяли свои возможности, а не просто пребывали в зоне комфорта. Это прекрасно, что мы любим своих близких, свою семью, но Бог призывает нас к большему, к новому уровню любви. И когда мы расширяем свои границы, за этим всегда следует благословение. Баруха Шем, дорогие, мы сегодня поговорим о Святом Дне Шевуот. Это на иврите, а на русском – это Пятидесятница. Многие люди не понимают, что Пятидесятница, которая упоминается в Деяниях апостолов, это праздник, который еврейский народ праздновал уже полторы тысячи лет. Давайте откроем книгу Айкра или книгу Левит, 23 глава, и прочитаем, что Господь сказал о Святом Дне, который Церковь называет Пятидесятницей, то есть Пятидесятый день, а Израиль называет его Шевуот, что значит «недели», потому что он через семь недель и один день после Пасхи. Обратимся к Слову Божьему, чтобы заложить основания для понимания того, что на самом деле произошло в Деяниях 2 главе. «Трава сохнет, цветы вянут, но, слава Богу, Слово Божие пребывает вовеки». Итак, 23 глава книги Левит, начиная с 15 стиха. «Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания. Семь полных недель. До первого дня после седьмой недели отсчитайте 50 дней». Вот откуда взялся термин Пятидесятница. «Отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу». Итак, этот святой день происходил через 50 дней после Пасхи, поэтому он и назван Пятидесятницей. Но евреи называют его Шавуот, что значит «недели». Потому что Бог сказал, через семь недель после Пасхи будете отмечать этот день. Прежде всего, давайте посмотрим в историческом контексте, что же отмечал израильский народ. Затем мы посмотрим, что это означает и означало для них с пророческой точки зрения. А затем мы соединим все это вместе и перенесемся во вторую главу «Деяния апостолов», чтобы понять, что именно происходило там. Итак, еврейский святой день Шавуот связан с урожаем пшеницем. Это было время благодарения Господу за его обеспечение. Но еще еврейский народ ассоциировал этот праздник с тем днем, когда Бог дал им закон на горе Синай. Это важно. Еврейский народ ассоциировал этот праздник с днем, когда Бог явился на горе Синай в огне и славе, обратился к ним и дал им свой закон. Принимая все это во внимание, мы переходим к деяниям апостолов. Когда все те верующие собрались вместе, они не ожидали ничего особенного. Они просто вспоминали о том, как Бог явился им на горе Синай. Они думали о славе, огне и голосе Божьем. Они думали об откровении, которое они получили. И вдруг, пока они размышляли над тем, что сделал для них Бог полторы тысячи лет назад, Бог Израиля внезапно снова явился им с той же славой и огнем. Они слышали его голос, но в этот раз он говорил к ним не через каменные скрижали. В этот раз он говорил внутри них и написал свой закон на их сердцах. А теперь давайте вместе откроем книгу «Деяния святых апостолов» и прочитаем, что же именно произошло во второй главе. Начнем с первого стиха «Благословенно имя Господа». При наступлении Дня Пятидесятницы или Шавуота на иврите, все они были единодушны вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого». Или на иврите «руаха кадеш», «дыханием Бога». «И исполнились все Духа Святого», и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. «В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречиям». Вот только представьте, верующие собрались вместе и размышляют о том, как Бог явился им на горе полторы тысячи лет тому назад, как они слышали Его голос и дрожали, как Господь собственной рукой писал на каменных скрижалях. И пока они думали об этом, снова Бог явился во гнев, и в этот раз Он написал Свой закон на их сердцах. Затем Он наполнил их Своим Духом, как и было предсказано пророками. И когда Он сделал это, они заговорили на иных языках. Они смогли говорить на языке, который не был им известен. Это было сверхъестественно. Руаха Кадеш, Дух Божий, вошел в них, и они начали говорить слова, которые никогда не учили, благодаря силе той личности, которая тем наполняла их. А те, кто были рядом, услышали, как Дух Святой говорил с ними на их языке через этих верующих, которые исполнились Святого Духа. Писание говорит, что там были верующие из всякого народа под небом. Когда люди, исполненные Духа, начали говорить на языках, которые они никогда не учили, это были языки тех народов, что были собраны там. Проще говоря, если я американец, а вы китаец, я не знаю китайского, но хочу рассказать вам Евангелие, то это значит, что Бог через Духа Святого дал мне способность передать вам Евангелие на китайском, хотя я и не знаю этого языка. А вот что произошло тогда. Те первые верующие заговорили тогда на языках представителей тех стран, что были там. Верующие не знали тех языков, но сверхъестественно заговорили на них для проповеди Евангелия. Первое, что я хочу сказать, это то, что это чудо отличается от того, что многие пятидесятнические и харизматические церкви называют иными языками. Во многих христианских кругах говорят об исполнении Святым Духом и говорении на иных языках. Но зачастую языки, о которых они говорят, это совсем другой феномен, чем то, что было во второй главе книги Деяний. В Деяниях это был не молитвенный язык. Верующие говорили на известных языках, которыми они не владели. В пятидесятнических церквях есть такое понятие, как первоначальное доказательство того, что вы исполнены Духом Святым, то есть иные языки. Но зачастую это личный молитвенный язык, который в обиходе только между тем человеком и Господом. Человек, исполненный Духом в пятидесятнических и харизматических кругах, зачастую говорит не на известном языке, то есть они говорят не на суахиле, китайском, идише, немецком или иврите. Они говорят на языке Духа, который понятен только Богу. Я лишь хочу сказать, что существует разница между тем, что произошло в Книге Деяний, и тем, что многие люди называют доказательством исполнения Святым Духом. Это два абсолютно разных проявления. Сверхъестественная способность говорить на языке, которого вы не знаете. Я решил акцентировать на этом внимание, чтобы принести некоторую ясность. Однажды кто-то привел к нам на служение свою родственницу. Эта родственница была из Перу и не понимала английского. Она пришла на служение на Пятидесятницу. Я проповедовал на английском, но эта женщина, не знавшая английского, слышала меня на своем родном языке. Это очень интересно. В Деяниях во второй главе чудо заключалось в том, что верующие заговорили на языках, которые они никогда не учили. А я стал свидетелем противоположного чуда. Я проповедовал на английском, а человек, не знавший английского, через силу Святого Духа услышал меня на своем родном языке. Бог так удивителен. Он может все, что угодно. И в тот день было так же. Исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках. Я нахожусь в самом центре Таймсквера. Позади меня вы видите программу «Доброе утро, Америка». И прямо над ней реклама нашего веб-сайта и видео о том, что Иисус – еврей или христианин, и пришел ли Иисус для того, чтобы начать новую религию. Если вы зайдете на этот сайт, то увидите видео, где я отвечаю на различные вопросы. Почему евреи, которые поверили в Иисуса, когда Он пришел 2000 лет назад, со временем отделились от традиционного еврейского общества? Надеюсь, вы посетите наш веб-сайт. Что вы думаете об этом билборде в Нью-Йорке? Думаю, он вызывает у людей любопытство. Вполне возможно, вы выбрали прекрасное место. Тут всегда очень много людей. Эта реклама бросилась вам в глаза? Да, особенно то, что вы упомянули Иисуса прямо в центре Таймсквер. Это интересная тема для вас. Да, моя девушка еврейка и ее семья тоже. Они все евреи. Мы сделали это, чтобы евреи заговорили об Иисусе. Иисус пришел как еврей, жил как еврей и умер как еврей. Он остается евреем. Он спаситель Израиля и всего мира. Поэтому заходите на jewishjesus.com. Вы получаете назидание в вере и обновление через проповеди Равина. Если вы получаете благословение через проповеди Равина Шнайдера, мы приглашаем вас стать нашим партнером. Достигая Израиля и весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнером служения Равина, снарядить тело Христа, созидать церковь и благовествовать этому миру. Благодаря вашей поддержке служение, узнавая еврейского Иисуса, сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса. А сейчас я хотел бы сфокусироваться на двух аспектах Шевуота или Пятидесятницы. А именно, на познание Его и на том, чтобы о Нем узнали другие. Задумайтесь над этим. В Новом Завете мы празднуем дар Святого Духа. Это подарок, который мы получили на Пятидесятницу. На Шевуот Израиль получил закон, а также откровение о Боге Яхве, Боге Израиля и десяти заповедей на горе Синай. А верующие получили исполнение всего этого, получив на Шевуот дар Святого Духа. Благодаря получению Святого Духа, Его закон записан на наших сердцах. А еще мы получаем откровение через голос Святого Духа. Так же, как Израиль получил откровение от Бога Отца у подножия горы Синай. И Иешуа принес исполнение всего этого. Давайте поразмышляем о даре Духа, который мы получили на Шевуот. И Еремия, и Иезекииль говорили, что однажды Бог вложит в нас Свой Дух, и мы будем ходить путями Его. В Евангелии от Луки 24 главе Иисус говорил о даре Духа как об обещании Отца. И Иешуа сказал, я отдам вам обещанное от Отца. А когда я дам вам Духа, которого обещал Отец, вы будете одеты, да вы только подумайте, одеты славу Божию. И Иешуа сказал, вы получите Руаха Кадеш и облечетесь в силу. Он еще сказал, что когда мы получим этот дар, мы не только облечемся в силу, но в Евангелии от Иоанна в 14 главе 16 и 17 стихах сказано, что Он, Дух, придет и будет жить внутри нас. В Еврейском Писании Дух писал на каменных скрижалях. Иисус сказал ученикам до того, как они получили дар Святого Духа, сейчас Дух с вами, но Он будет в вас. И когда в Деяниях 2 главе Дух сошел, исполнились слова Иешуа из Евангелия от Иоанна 14 главы. Он говорил, сейчас Дух с вами, а будет внутри вас. То есть мы, новозаветные верующие, облачены в Дух и Его силу, а еще Дух живет внутри нас. Итак, мы получили дар Святого Духа. И следующий вопрос, который нужно задать себе, зачем? Для ответа на этот вопрос, давайте откроем Евангелие от Иоанна 16 главу. Трава сохнет, цветы вянут, но Слово Божие пребывает вовеки. Аллилуйя! Это прекрасное место, в котором сказано о том, в чем цель нашей жизни. Если вы думаете, в чем цель вашей жизни, то сейчас я отвечу вам из Слова Божьего. Я расскажу, что Бог считает целью нашей жизни. Господь сказал, что цель жизни его детей состоит из двух частей. Во-первых, знать его. Во-вторых, чтобы о нем узнали. Кстати, это та же история, что и в «Песне песней». Суламиф говорила своему царю, «Влеки меня к себе и побежи вместе. Приближай меня к себе и давай будем партнерами по жизни, чтобы твоя слава была известна по всей земле». Послушайте, что сказал Иисус в Евангелии от Иоанна 16 главе. Начнем с 12 стиха. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить, как интересно. Иешуа говорит, «Я хочу говорить с вами на более глубокие темы. Я хочу делиться с вами тайнами, но вы еще к ним не готовы». Поэтому он дал Духа Святого, чтобы мы могли получать больше откровений. Дар Духа – это наше дыхание и наша жизнь. Без Духа мы не можем познать Бога. Павел сказал, что если в нас нет Духа, то мы не принадлежим Ему. Иисус говорит, «Я так много хочу рассказать вам, но пока вы не можете это вместить. Но когда я дам вам свой Дух, то расскажу вам все то, что сейчас вы услышать не готовы». Далее читаем. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Давайте поразмышляем над этим. Иисус сказал, «Мне еще многое нужно сказать вам, но вы не можете это вместить. Но когда придет Он, Дух истины, то направит вас на всякую истину. Он возьмет от Меня, от Моего сердца, Моей природы и Моего Духа и откроет вам». Дорогие, Дух — это наша жизнь. Дух — это Бог, явившийся нам. Бог Отец на небесах. Иешуа тоже на небесах, одесной Отца. Но Дух Святой, Руаха Кадеш, сейчас на земле, чтобы открыть нам Бога. Библия говорит, «Не видел того глаз, не слышала уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог к любящим его. А нам Бог открыл это Духом Святым». Как мы видим, праздник Шевуот — это празднование получения дара Духа Святого, которого мы получили, чтобы лучше знать Бога через Духа Святого. Бог открывается нам с вами. Но есть еще один важный принцип. Еще Бог дал нам Свой Дух, чтобы мы были Его свидетелями. Иешуа много говорил об этом. Он сказал, «Вы примите силу и будете Мне свидетелями». Прямо перед тем, как Дух Святой сошел, мы читаем в Деяниях апостолов 1 главе 8 стихе. Помните, трава сохнет, цветы вянут, а Слово Господне пребывает вовеки. Итак, послушайте Слово Божие. Иешуа сказал, «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Или Руаха Кадеш. «И будете Мне свидетелями во Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Смысл дара Духа в том, чтобы мы познали Бога и получили силу, чтобы быть Его свидетелями. Писание также говорит нам, что чем больше мы повинуемся, тем больше силы Божией проявляется в нашей жизни. Дар Духа — это бесплатный дар. Но в полноту дара мы входим через послушание. Ну и в завершении я хотел бы помолиться за вас, чтобы Дух Святой, Руаха Кадеш, привел нас с вами в глубокие и близкие отношения с Богом Отцом и сделал нас при этом Его свидетелями. «Отец Небесный, мы поклоняемся Тебе и любим Тебя. Мы нуждаемся в Тебе. Отец, мы жаждем и отчаянно нуждаемся в Тебе. Мы чувствуем себя как в Псалме Давида, где сказано, как Лайн желает к потокам вод, так и наша душа стремится к Тебе, Отец. Проявляй силу Святого Духа в нашей жизни. Влеки нас к себе через Руаха Кадеш. Влеки нас ближе к Иисусу, чтобы мы переживали Твою любовь к нам так сильно, как никогда. Спасибо за Твой Святой Дух, Царь Яхве. Отец, дай нам свой огонь. Это Эш на еврейте. Чтобы мы были Твоими свидетелями, чтобы мы были такими, как Иеремия, и не могли молчать, и повсюду были Твоими свидетелями. Мы любим Тебя. Мы хотим повиноваться Тебе, знать Тебя, и чтобы о Тебе узнавали другие. В книге Чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет Своё имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok и явит милосердие. Пусть Отец, Владыка Твой, воззрит на Тебя светлым взором Своим, и пусть снова дарует мир любимому Чаду. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Наши молитвенники готовы ходатайствовать за вас. Отправьте молитвенную просьбу, посетив наш сайт, или пишите по адресу, который вы видите на экране. Наши служители поднимают в молитве все просьбы Господу и просят, чтобы Бог ответил на каждую из них. Если Бог ответил вам или послужил через наше служение, отправьте нам свое свидетельство. Мы порадуемся вместе с вами. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства. Я нахожусь в Нью-Йорке на Тайм-Сквер. Наше служение запустило здесь рекламу на огромном билборде, прямо над «Доброе утро, Америка». На билборде написан адрес нашего сайта. О видеоролике появляются вопросы. Иисус был евреем или христианином? Иисус пришел, чтобы начать новую религию? Мы делаем это, потому что в Нью-Йорке живет больше евреев, чем в любом другом городе мира. И мы хотим принести им послание об Иисусе. Мы делаем это только благодаря вашей финансовой поддержке. Если вы чувствуете, что Господь побуждает вас поддерживать это служение и помогать нам распространять Евангелие по всему миру, то будьте послушны Ему. Ваши финансовые дары будут использованы на спасение душ, и вы получите награду за каждый пень, посеянный в Царство Божие. Спасибо за вашу поддержку. И знайте, что вас ожидает благословение за это. Шалом! Как стать нашим партнером? Отправьте пожертвования, не облагаемые налогом, на адрес, который на экране. Пожертвовать онлайн можно, зайдя по ссылке нашего сайта. Пожертвовать через кредитку можно по телефону, который на экране. Или же отправьте СМС на данный телефонный номер. В знак признательности мы отправим вам аудиопроповедь месяца и свежий вестник. Благодаря вашему дару Израиль и мир спасутся, исцелятся и получат освобождение через телевидение, интернет и массовые богослужения. Многие были верны Господу через свои даяния. Кто желает пожертвовать финансы и имущество служению еврейский Иисус, зайдите на наш сайт. Откровение сегодня для лучшего завтра. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» на своем носителе. Подпишитесь на наши обновления. Следите за нашими новостями в Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и подпишитесь на нас в Ютубе. Присоединиться к служению «Узнавая еврейского Иисуса» очень легко. Будьте с нами!